Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова, вы на моем YouTube-канале, и, конечно, конечно, вы сюда пришли для того, чтобы ваша жизнь стала лучше, и для того, чтобы вы, наконец-то, научились управлять своей реальностью. И прямо сегодня мы с вами этим займемся, потому что я расскажу вам о том сегодня, что по факту влияет вообще на все, что с вами происходит. Мы поговорим сегодня с вами о вашем сознании и подсознании, и, наконец-то, разберемся, что это, мать ваша, такое, почему так часто люди умничают и говорят, это на твоем подсознательном уровне, и ты такой сидишь, подсознательном, надсознательном, что это такое, непонятно. Я вам сегодня дам четкое определение в очень красочной форме, что такое сознание и подсознание. Обещаю, что вы точно поймете, что это, и самое главное, вы определите, почему в вашей жизни так много фе, как прочистить, наконец, это подсознание такое, знаете, трубой, почистить, и сделать так, чтобы в вашей жизни все было офигенно. Обещаю, так что досмотрите это видео до конца, если не подписаны, подпишитесь, пожалуйста, потому что мой канал точно даст вам классную пищу для ума. А теперь очень важная информация, я буду говорить вам ее до тех пор, пока вы, наконец-то, не возьмете и не прочитаете мою книгу, которая называется «Как изменить жизнь за одну книгу». Вы можете найти ссылочку под моим видео и скачать ее прямо сейчас, а также можете прослушать ее, потому что я своим голосом, который, я надеюсь, вам не надоело, начитала ее и рассказала эту крутейшую историю, которая в течение самого короткого времени поможет вам изменить свою жизнь к лучшему. Так что досмотрите это видео и не забудьте скачать мою книгу. Итак, друзья, что же такое сознание, подсознание и для чего нам нужно в этом с вами разбираться? Я уже говорила вам о том, что мы очень часто слышим вот эту умную фразу этих умных людей. Это находится на моем подсознательном уровне. Такой, да, на моем подсознательном уровне. Сидишь, умничаешь, а для чего это, непонятно. Я бы первое, что вам хотела сказать, нужно перестать разговаривать на темы, которые вы не понимаете. Нужно перестать делать то, чего вы не понимаете и, наконец-то, сделать так, чтобы все было понятно и вы могли четко научиться ставить свои цели, достигать свои цели, с улыбочкой, на кайфе. В общем, все как надо. Итак, давайте будем разбираться. Для того, чтобы было понятнее, я всегда люблю использовать такой себе метафорический ряд. Поэтому сейчас разжуем и сделаем так, чтобы вы все поняли. Давайте начнем с простого. Сознание и подсознание. В чем есть отличие? Ну, давайте вот у нас будет вот эта вот довольная мордочка сознания. А вот это, ну, не надо недовольная. Этот вот в очках загадочный мэн. Значит, у нас есть с вами сознание и подсознание. Давайте для начала очень просто разберем, что это. Сознание – это то, что я понимаю прямо сейчас, что вот я стою, вот у меня в руках фломастер, вот моя доска, вот камера, вот свет, вот микрофон. Я в сознательном состоянии понимаю, что я записываю вам это видео. Это мой верхний уровень. Мой мозг соображает четко понимать, что он сейчас делает. Вот я в данный момент концентрируюсь на этом. Это мои сознательные действия. Я сознательно могу взять этот фломастер, бросить. Не смогла словить. Сознательно выйти из кадра, сознательно войти в кадр и держать фломастер. Это мое сознательное действие. Если говорить про подсознание, вот подсознательно я, например, сейчас разговаривать, могу жестикулировать, я не особо думаю, куда пойдет моя рука. Это какие-то мои действия. Подсознательно, на подсознательном уровне я стою утром, чищу губы автоматически, одеваю свои штаны. Это тоже у меня на уровне подсознания. На уровне подсознания я знаю, что я утром выгляжу прекрасно. Вот это поворот! Или вы знаете, что утром вы, боже, кошмар какой, как вы ужасно выглядите. Сознательно я знаю, что я готовлю, точнее, подсознательно. Я знаю, что я готовлю самый вкусный в мире кофе. Или вы подсознательно уверены, что вы не умеете готовить яичницу. То есть вы ее не готовите, потому что вы ее не умеете готовить. Откуда вы это знали? Как говорится, хэ-зэ. Просто вы знаете, что нет. Вот этот наш набор того, что мы о себе знаем, это наш подсознательный уровень. Набор того, что мы делаем автоматически, это наш подсознательный уровень. То есть я не думаю в этот момент, что мне нужно взять тюбик, выдавить зубную пасту. Нет, я просто это делаю, я держу фломастер, я пишу. Это уже вбито. Можно сказать, что подсознание это уже уровень того, когда уже эта привычка вбита. Это первый вам пример. Давайте погнали, чтобы было понятнее. Мы можем также разделить сознание как на верхний уровень, подсознание как на нижний уровень. Вот это наш мозг, и у нас тут есть с вами два уровня. Сознание, подсознание. Значит, на сознательном уровне я, например, не уверена, что я умею готовить. Ну, типа я еще никогда не готовила. И вот я начинаю жить со своим мужчиной. И приготовила ему утром блинчики. Блинчики. Стояла на сковородке, что-то стрепала, смотрела там в книжку, в кулинарную, в интернет. Боже, вся потом обливалась. Пот туда и налила. И приготовила блинчики. И тут мой мачо такой. Утром. Я же такая, господи, готовила блинчики. Готовить-то не умею. Мама говорила, что руки из заднего места. И тут он такой. Зай. Это такие вкусные блины. Ты такая. Эти. Он такой. Ты видишь, что у него волосы из блина твоего торчит. Видишь капельку пота. Ты такая. Тебе нравится? Он такой. Да, Зай. Это вкусные блины. Ты такая. Йос. На следующий день тебе приходит подружка. Ты такая эти блинчики. Раз. И приготовила. Волосы убрала. Пот убрала. Уже отделила. Научилась. Как желточки с белочками. И подружка такая. Блин, мать. Так ты умеешь готовить? Ты такая. Ммм. Думаешь. Жду маму. Приезжает мама. Мама же вот это. Ручки из жопки. И ты у меня там, значит, рукожопая. И ты такая. Маме думаешь. Блины. Волосы не убираешь. Пот не убираешь. Даже слез добавила. И мама такая. Ну, дочь. Так ты умеешь готовить? И ты такая. И на подсознательный уровень. Я готовлю блины лучше всех. Я мастер по блинам. Я самая крутая герла в блинах. Ах, нет ни одного человека, который бы готовил блины лучше, чем я. Все. Ты на подсознательном уровне. Ты такая. Так. Надо денег намутить. Курс. Как приготовить лучшие блины. Кто я? Эксперт по управлению блинами. Я пеку блины уже сто тысяч лет. Я написала книгу. Как испечь блинчик лучше всех. Я научу вас, сучки, продавать свои блины. И зарабатывать на этом миллиарды. И вот вы уже эксперт, вам аплодируют на сцене. И вы знаете на подсознательном уровне, что вы умеете печь блины. Не знаю, что ваш парень потом... Ему не понравились ваши блины. Но хорошее слово парке дало вам заряд. И вот вы со сцены стоите. Овации, аплодисменты. Вы говорите, я хочу вам благодарить твою парню, которая однажды похвалила меня от блины. И теперь я мимия от даши. И парень такой. Думера, у тебя блины невкусные. Но это уже не имеет никакого значения. Потому что ваше подсознание приняло, что вы мастер по блинам. И вот так на наш подсознательный уровень входят так называемые программки. Причем здесь могут быть как такие гениальные программы, так и программы, что вы неумеха, дыреха, фиговая любовница, уродка, не умеете зарабатывать денег, хреновая мать. Тут уж знаете, как вам с окружением повезло? Что впитали, то, как говорится, впитали. Это если вкратце. Теперь давайте рассмотрим более красочные примеры, которые дадут вам понимание того, из чего вы состоите в контексте своего сознания, подсознания, кто у вас там живет, и как со всем этим разобраться для того, чтобы создать свою офигенную жизнь. И вот эти вот рукоплещащие залы в контексте просто вашей жизни, ваших жизненных результатов присутствовали у вас. Теперь давайте перенесемся с вами в красочный мир. Если когда-то вы были в приемной, например, вам нужно было прийти в гости к очень такому серьезному, важному мэну, то вы знаете, что все выглядит так. Первое. Есть какая-то приемная. В приемной всегда сидит куча людей. Вот они там сидят, такие людишечки, и ждут. Когда же их впустят? Их там много, и, как правило, с такой приемной все люди приходят. В приемной есть всегда большая дверь, за которой сидит кто-то очень важный. Ну, в нашем случае это будет такой злой такой человек, потому что он очень важный, все боятся к нему попасть. Вот, и все же сидят и ждут. Ну, надо очень сильно попасть к этому человеку. В приемной всегда есть секретарь. В нашем случае это будет тетя Глаз. Это такая старушка. Ей так лет от 70 до 170. Никто не знает ее возраста. Она сидит за таким большим столом. Ее задача никого не пропускать туда. Или пропускать всех с очень важным видом. Тетя Глаша, она вообще экстравагантная барышня. Она такая, знаете, вот эта бабушка с такой большой шляпой. У нее подведены такие бровки черные, клубочки такие. Она иногда покуривает. Ее кожа, она не видела никогда ботокса и гиалуронки, презирает, презирает. Она говорит, что она и так красивая. Ее кожа вся съежилась, но при этом она шикарна. И она всегда, всегда, мать вашу, ходит на шпильках. У нее нету под столом места, где она переобувает кеды. Всегда ходит на шпильках. Всегда. Все свои 70-170 лет. И она вот так вот садится за этот стол и внимательно, почти всегда, внимательно, невнимательно только, когда смотрит в Тиндер, а что, знаете, бабка-ягодка опять и не переставала быть. Она следит за тем, чтобы сюда не попадали ненужные люди. Так вот, если мы с вами образно все это назовем, то у нас это будет выглядеть так. Вот это наше приемное, это будет наше сознание. А вот эта комнатка, она у нас будет под сознанием. А вот это будет наш контролер, который находится на уровне сознания и подсознания. То есть это та самая тонкая грань, когда у нас что-то с сознания попадает под сознание. Теперь давайте посмотрим, кто вот эти все товарищи, которые постоянно сюда приходят. Это наши мысли. У человека в голове идет постоянный, бесконечный поток мыслей. То есть наша голова вообще не перестает думать, только если мы не делаем сознательное усилие. Сознательное, то есть я такая, мне надо перестать думать. И это в принципе называется медитативной практикой. То есть когда мы проводим медитацию и осознанно, сознательно, то есть понимая, что я делаю, мы пытаемся не думать. Мне надо не думать, не думать. Ну в общем, это другая история. У нас сюда все время идут мысли. Они идут просто бесконечным потоком. Просто бесконечным. Некоторые падают, разбиваются, забывают, да, типа, что было. Они все сюда идут. И тетя Глаша, наша вот эта старушенция, которая сидит там в тиндере, проверяет, что-то с умным видом, она занята. А что делает вообще самый важный человек, так называемый директор шлагбаума? Он всегда говорит, нет, нет, нельзя, можно, нельзя. Во-первых, тетя Глаша знает, что ну вообще зачем тратить на это время? Ну зачем? Она сидит, ее не уволили, потому что, знаете, всегда вот это, когда такая тетушка старенькая, ее жалко уволить за заслуги. Но она сидит и всем говорит, нет, 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 ей, а может она, нет, а может, нет, а может, нет, ну нет. И поэтому вот этот бесконечный поток мыслей, вроде того, когда вы говорите, я очень богата, я очень счастлива, у меня все хорошо, с каждым днем у меня становится все в жизни лучше и лучше, она все время говорит, нет, 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 нет. А вот то, что у нас находится на подсознательном уровне, оно у нас на самом деле и работает. То есть это то, где наши программы уже закоренели. То есть помните, там, где у нас уже есть твердая уверенность в том, что мы какими-то там являемся. И вот, значит, она всем говорит, нет, ты такой, я красивая очень. Но она говорит, нет, я зарабатываю деньги легко и с удовольствием. Нет. Она занята, ей все нет. Но как же тогда попадают в это подсознание? Кто тогда эти мысли, что они делают, что они туда попадают? А тут, ребятки, все, как в нашей жизни, как говорится, настойчивость побеждает. Поэтому, когда к ней, нашей тете Глаше, регулярно приходит одна и та же мысль. Тетя Глаша, она всегда поднимает глаза и такая, нет, нет, нет. Потом видит, что кто-то сильно настойчивый, он же ее достал. А у нас же, вы помните, какой ментал? Пришел с шоколадочкой. Тетя Глаша, я очень красивая. Тетя Глаша, у меня деньги приходят ко мне с нескончаемым потоком. И в какой-то момент, когда один кто-то становится очень настойчивым, ходит и уходит. И так вот пришел, тетя Глаша говорит, проходите. И эта мысль у нас залетает на подсознание. Она у нас залетела в эту дверь. Все же остальные такие, пустили, почему вы ее пустили? Я раньше пришла, почему? Она такая, все молчать, я тут главная. И они пролетели у нас на подсознание. И таким образом, какая-то программка записалась. Вы вдруг вспомнили, что вы очень красивая, или наоборот, что вы бедный человек и ничего у вас не получится, накапало. Одна и та же мысль регулярно заходила. Теперь давайте пойдем еще шире. А почему эта тетя Глаша тут находится и что это вообще такое? Вот все, что я вам описала, ваше сознание, ваше подсознание, которое тут стерлось, и наша тетя Глаша, это то, что живет в нашей голове. Сознательно, прямо сейчас, я понимаю, что я говорю. На подсознательном уровне действуют те программы, которые дают мне определение себя. Я знаю, я красивая или не очень, я умная или нет, я классно разговариваю или не сильно, я умею зарабатывать или не умею зарабатывать, сколько я могу заработать, все это на моем подсознательном уровне записано. Но у нас есть вот эта тонкая грань, когда мы сознательно, как тетя Глаша, на какую-то мысль свою обращаем внимание и решаем, что с ней делать. Обратно ее убрать, сделав ее неважной. Или, простите, вдолбить ее в свою голову, впечатать. Корректнее так. Впечатать. Для того, чтобы она у нас пролезла на подсознательный уровень. Многократное повторение одного и того же утверждения прорывает нашу мысль обычную с сознательного уровня на подсознательный и превращает ее в программу. Потому что человеком управляют программы. Точно так же, как в посудомойке есть программа, вы нажимаете на кнопочку и все. Вам не надо каждый раз в посудомойке объяснять. Дорогая посудомойка, сейчас тебе нужно запустить воду. Потом тебе нужно через эту дырочку впустить средство. Нет, посудомойка все знает. Если вы посудомойка, то вы включаете краник, берете моющее средство, мочалочку, вот вы посудомойка. А если у вас посудомоечная машина, она знает все автоматически. Вы определяете, какую мысль вы хотите довести до автоматизма, чтобы у вас была твердая уверенность в том, что вы такой человек или ее убрать. Дело в том, что есть проблемка. Вот эта вот тонкая пленочка, это наше сознание, а это наше подсознание, а вот это тетя Глаша. И мы свою тетю Глашу должны с вами активировать и дать ей четкие указания. Если вы когда-нибудь имели сотрудника, то вы скорее всего столкнулись с тем, что история про то, чтобы нанять человека, который будет сам знать, что ему делать в вашем бизнесе, обречена. Хорошая компания всегда имеет четкие инструкции для своих сотрудников. И каждый сотрудник в той или иной ситуации должен знать, что он делает, как себя вести, какие он функции исполняет, какие не исполняет и так далее. Дать ему должностную инструкцию. Так вот, наша задача с вами дать тете Глаше должностную инструкцию и заставить тетю Глашу вынырнуть из телефона, а то туда же бабка, вынырнуть из тиндера и внимательно фильтровать то, что происходит в вашей голове. Например, в вашу голову, в вашу приемную заходит мысль сегодня плохой день. Тетя Глаша говорит, чего? Ты чего сюда пришел? А ну пошел вон, сегодня отличный день. Эй, вышел. Отличный день, зашел. У нас сегодня отличный день, прекрасный день, замечательный день. Тетя Глаша отфильтровала. Или вы говорите, ой, я такой больной. Тетя Глаша говорит, чего, чего? А наш тиндер уже не смотрит. Она говорит, вышел. У нас сегодня мы суперздоровые, вы сильные, мы смелые, никаких чихов, ничего. Мы полны здоровья. И если наша тетя Глаша включается и работает по той должностной инструкции, которую вы не поленитесь создать, то вы начнете очень четко контролировать и отсеивать мысли. Тетя Глаша должна четко усвоить, что ни одна негативная мысль не должна пройти мимо ее внимания, даже на сознательном уровне. Тетя Глаша должна передвинуть свой стол вот сюда. И даже в сознательном уровне не пускать и говорить стоп, стоп, никакие в сознательном состоянии в приемную не проходят, в приемную проходят. только самые классные мысли. Самые классные, самые лучшие, те, которые делают нашу жизнь лучше, а ты пошел вон. Не место здесь нытью, не место здесь хандре, не место здесь рассказом о том, как страшно, плохо. Нет. У нас здесь самые лучшие топовые мысли. Мы здесь олимпийские чемпионы по самым крутым мыслям. И другие сюда не пройдут. Вот так должна заработать наша тетя Глаша. И для того, чтобы это произошло, мы в сознательном уровне прямо сейчас должны понять, что наши мысли определяют нашу реальность. И когда по нашей приемной ходят черные мысли, стоит ли говорить о том, что кто-то из них обязательно прокрадется вот сюда. Тогда, когда тетя Глаша уснет, когда у тети Глаши появится свидание на Тиндере, и она подкрасит губы красной помадой, выйдет на шпильках, кто-то обязательно прокрадется в подсознание. Тот, кто скажет, что у тебя ничего не получается, что в мире сейчас невозможно никак преуспеть, что ты страшная, одинокая и так далее. Но! Давайте теперь разберемся, а что вообще творится за вот этой черной дверью на подсознательном уровне? Ведь мы же с вами только сейчас узнали, что происходит в нашей голове. А каждому из нас-то уже сколько-то лет, и у нас там на подсознательном уровне значит много гостей в виде наших глубочайших убеждений. На моем канале уже есть видео, в котором я рассказываю о том, что такое убеждения и как они влияют на нашу жизнь. Поэтому обязательно посмотрите после этого видео, если вы еще не смотрели видео про убеждения, потому что вы сможете еще лучше понять эту тему и начать доставать все ненужные убеждения, которые и отравляют вашу жизнь. Но давайте вернемся к тайной темной двери нашего подсознания. Мы видим таких яркие некоторые программы, где написано, например, ты умница, у тебя все получается, ты красоточка, у тебя все зашибись, ко мне легко приходят деньги. Убеждения, программки, они все время пульсируют и соединяются с вибрациями нашей земли и притягивают, исходя из этих убеждений к нам и денежки, и классных учеников, потому что ты убежден в этом, у тебя появляется энергия. Посмотрите обязательно мое видео про вибрации энергетические, которые мы с вами излучаем, каким образом мы притягиваем в свою жизнь те или иные ситуации. Обязательно посмотрите, и вы поймете, о чем я говорю. Вот это наши позитивные программы, и они у нас все время работают. Это, знаете, как на сервере, когда вы там смотрите по телевизору, такое большое количество ящичков, и они там что-то все работают, благодаря чему мы с вами можем коммуницировать через интернет, да, вот эти все страшные названия с серверами, у нас с вами все точно так же. Мы притягиваем к себе, вот у нас удача в деньгах, у нас там удача с учениками, например, я очень классная мама, и там у нас очень классно все с детьми, есть какие-то такие программки. Но у нас с вами таких программок в процентном соотношении обычно сильно меньше, чем других программ. Потому что негативные убеждения, которые живут на подсознательном уровне и которые определяют, например, у меня плохая фигура, у меня ничего нового уже не получится, я уже старая, у меня уже все позади, на новый бизнес я не могу начать без денег, старый бизнес не могу начать, потому что ничего не умею, все мужики козлы заодно. И вот здесь у нас вот такие сидят большие, большие товарищи, я их называю ждуны, помните ждуновки? Вот это все такие огромные, такие мощные, толстые убеждения. Отчего зависит величина этого убеждения? От того, как часто мы об этом думаем и во что мы верим. Когда нам часто что-то повторяют, мы превращаемся, у нас все падает в убеждения, но если вы очень часто еще и продолжаете думать о том, что, например, денег много не заработать, вся семья у меня бедная, и вообще это невозможно, это сложно, и можно только украсть все деньги мира. Короче говоря, они превращаются в таких жиряков. Когда жирный кто-то, ему уже лень шевелиться, он уже обрастает жиром, иногда он писает под себя, и даже какает, и все это жутко воняет. Поэтому тут есть такое разделение, такая маленькая комнатка убеждений позитивных и огромная комната негативных убеждений. Они там все сидят такие жирные, покуривают сигары, рассказывают про жизнь, какая сложная жизнь, как тяжело, как я знаю все про эту жизнь. И в эту дверь наша тетя Глаша, помните нашу бабенцию красивую, а тетя Глаша такая, как обычно, ха-ха, она сюда даже не заходит. Она двери открывает, пропускает, но не заходит, потому что там воняет, она не хочет. А вы тоже туда не лезете, потому что, ну что-то там есть у вас какие-то программы убеждения, вы туда не хотите, вам туда не надо. Ну я уже все знаю про жизнь, вы говорите, все, жизнь такая, как она есть, мне уже 30, 30 я уже познал жизнь, уже куда, в моем-то возрасте уже, в общем, никто туда не заходит. Но, помните, мы говорили с вами про должностные инструкции? И вот мы и говорим, тетя Глаш, а ну иди-ка ты сюда, что вспомнила про меня? Я тут все знаю уже, я тебе, дочечка, порядочек навела, не лезь, иди, живи своей жизнью. Говоришь, нет, тетя Глаш, ты же в моей голове живешь. Иди сюда, бабка. Она приходит, недовольная, потому что любой сотрудник недоволен, когда его шеф вызывает. И вы говорите, тетя Глаша, ну ты классная, там все дела, ты мне нравишься. Ну слушай, надо бы порядочек навести. Там в подсознании у нас что-то пованивает так. Мне как-то тяжело стало, у меня такая тяжесть в желудке, потому что что-то там, я не могу ни от чего прорваться, денег хочу заработать, а мне на подсознательном уровне, говорят, не получится, не лезь, тебе не дано, хочу от этого избавиться. Тетя Глаша говорит сначала вам, я туда вообще не пойду, хочешь, иди сама, там воняет. Вы говорите, тетя Глаша, ну ты же на меня работаешь, а не я на тебя. Ты же на меня работаешь, тетя Глаша. Уверена, что вы на нее работаете? Она говорит, нет, ты на меня работаешь, я сама решаю, как тебе жить. Ты говоришь, нет, тетя Глаша, это я решаю, как мне жить, и я решаю, что ты будешь делать. Мы с тобой отправляемся на уровень подсознания. Мы с тобой открываем дверь и заходим. Тетя Глаша надевает противогаз, страшно недовольная, в первый раз за все время снимает каблуки. Там сидят эти все жирные ждуны. Жизнь говно, все сложно, я ничего не стою, я мать с тремя детьми, я больше никому не нужна. И задача тети Глаши взять по одному этому убеждению, ждуну за шкирки, вытащить на сознательный уровень. Когда мы вытаскиваем свое убеждение, например, что денег не заработать, мы вытаскиваем этого ждуна, огромного, толстого, вонючего, и наша с вами задача изменить, тут такое шоу, сразу же два лица, я не знаю, до и после, наша задача изменить и сказать, деньги, я зарабатываю с легкостью, есть миллион возможностей заработать денег. Он говорит, да нет, вранье, не может такого быть. И ваша задача на сознательном уровне провести работу со своим вот этим ждуном. Как работается с таким старым убеждением? Первое, нам необходимо это убеждение найти и вытащить на сознательный уровень. То есть понять, что это убеждение есть, что оно нам мешает, оно нам не нравится. Когда мы вытаскиваем, у нас включается комплексный подход. Помните, как в любом шоу, там есть стилист, парикмахер, психолог, гинеколог, стоматолог, у нас включается комплексный подход. Первое, мы начинаем работу, разговариваем с этим убеждением. Мы ему говорим, ну подожди, ну давай посмотрим, сколько людей зарабатывает много денег. Вот, вот моя подружка, у нее нету богатых родителей, у нее нету богатого любовника. Она просто сделала вот такое дело, вот так-то работала и у нее получилось. Вот посмотри на нашего соседа, вот посмотри на вот эту вот тетю по телевизору. И мы начинаем психологически проводить работу. Параллельно наша задача все время ставить наше толстое вот это убеждение на беговую дорожку. Для того, чтобы заставлять его проговаривать противоположное убеждение. Например, не то, что денег легко не заработать, а я зарабатываю легко. И мы ему говорим, каждый день, 15 минут, ты становишься на беговую дорожку и твоя задача под контролем тети Глаши идти и проговаривать всего лишь одну фразу. Он становится, ноги не держит. Я легко зарабатываю деньги. Я легко зарабатываю деньги. Я уже не могу, я не могу заработать. Успокойся. Пошел. Я легко зарабатываю деньги. Проходит неделя и мы видим, что наше убеждение подхудело. Уже я легко зарабатываю деньги. Еще весит килограмм 100, но тем не менее. Если вы в течение месяца работаете так над одним убеждением, то через месяц вы встречаете красивого атлета с приятным запахом, с роскошной шевелюрой, который говорит, я легко зарабатываю деньги. И в этот момент тетя Глаша открывает ему дверь на подсознательный уровень и пропускает его вот сюда. И он уже становится не черненьким, толстым, вонючим ждуном, а он превращается в красненького, огненного и очень даже симпатичного. В это время другие убеждения смотрят на него и не могут понять, неужели так можно было? А че так можно было, что ли? Правда? Можно поменяться? Я не обещаю вам, что все ваши убеждения захотят выбежать и сказать, мы тоже пройдем этот путь. Многие начнут говорить, не, ну, у меня другая природа, наследственность, со мной точно так нельзя, нет, если я считаю, что я стрёмная, значит, я стрёмная. Все в роду у меня были стрёмные. И тут тетя Глаша говорит, пошли, стрёмная, берёт и снова работа начинается. И таким образом по одному убеждению мы с вами можем проработать их огромное количество, заменяя одно негативное убеждение на другое, забирая страшное и пуская новое. Так работает уровень подсознания. А теперь давайте представим, что с нашего подсознательного уровня всё чёрненькое мы превращаем в красненькое. Всё это меняется на позитивные убеждения. Все эти программы наши внутренние становятся со знаком плюс. Как вы считаете, энергетическая наша вибрация поменяется? Конечно! Вы начнёте излучать гораздо больше крутой, мощной, сильной энергии. А ведь если мы с вами излучаем мощную энергию, мы её в свою жизнь и притягиваем. И таким образом, работая с нашим подсознанием, мы меняем свою энергию и меняем свою реальность. Я очень надеюсь, что сегодняшнее видео вам зашло, что вы наконец-то раз и навсегда запомните, что такое осознание и подсознание, что вы научитесь общаться со своей тётей Глашей, вспомните, что вы руководитель своей жизни, что нету ничего автоматического, автоматическое всё происходит только из-за вашей лени, из-за того, что вы не хотите это контролировать, а если вы хотите жить своей мечты, то придётся немножко напрячь свои красивые булочки и сделать это. Если вы хотите, чтобы ваши булочки красивые напрягала, я тоже. Если вам нравится, как я рассказываю, нравится учиться со мной, пожалуйста, вы всегда можете ко мне прийти как на личную работу, так и, например, на мой марафон Рерайтер жизни, который, по сути, и обучает достаточно грамотно и легко, как перестроить своё мышление и самое главное, мы пишем там книгу о жизни своей мечты, самую настоящую книгу по моей личной разработанной методологии и, получая видение того, куда вы хотите попасть, вы также получаете инструменты, как это сделать. Поэтому вся информация есть под моими видео, вы можете перейти, посмотреть, а также жду вас на своём инстаграме или в своём инстаграме или под своим инстаграмом, короче, заходите ко мне в инстаграм, где происходит моя живая регулярная жизнь, я буду также рада вас там видеть. Не ленитесь поставить лайки, я всегда рада вашим комментариям, вопросам, запросам, на какие темы ещё хочется видео. В общем, будьте классными людьми, пусть у вас в жизни всё получается и на сознательном, и на подсознательном уровне.